Псайкатик Экзотикс одна из главных ферм, которая выращивает ковровых питонов в Южной Калифорнии. Димон, Димон. Чего? Не то. Как? А. Окей, давай следующий там. Середина 80-х. Двое друзей студентов, Рассел Симонс и Рик Рубин, организовывают лейбл Дев Джем, который становится одним из важнейших лейблов, записывающих главные рэп-альбомы. Димон, Димон. Ну, не то. Привет, друзья. С вами снова я, Дмитрий Егоров. И сегодня мы поговорим о коллаборации лейбла Independent и о группе Slayers, с которой как раз у Independent вышел коллаб. Вернее, про Independent эти подвески мы особо говорить не будем, уже рассказывали. Но про Slayer расскажем. Ну вот, да. Про Slayer, наконец. Предыдущий тоже про Slayer было. Ага. Ладно, ребят, сейчас расскажу, почему все то, что я говорил раньше, это тоже про Slayer. Не переключайте ваши YouTube-каналы. Итак, когда я узнал, что в магазин Squad приехали подвески и болтики от компании Independent, которые были выпущены совместно с группой Slayer, я сразу же сказал, что про это я хочу рассказать. Ну, вернее, про Independent мы уже рассказывали и про Крест, и про их проблемы с этим Крестом. Но про Slayer это великая группа, можно сказать, одна из моих любимейших не-рэп-групп, и поэтому я сказал, что мы обязаны про нее рассказать. Поэтому вот вам наш рассказ. Slayer одна из главных групп, одна из основателей такого жанра, как трэш-метал. Вообще считается, что четыре столпа трэш-метал, на которых вся эта музыка и была построена, это как раз группы Androx, Metallica, Megadeth и Slayer. Но Slayer здесь занимает особое место. Сама группа образовалась в конце 70-х, в начале 80-х годов в Южной Калифорнии. Организовали ее четыре человека. Ну, самые значимые там были, наверное, это Кэрри Кинг и Дэйв Ломбардо. Дэйв Ломбардо, человек, который несколько раз уходил из группы, возвращался, стал очень известен в других проектах. Но Кэрри Кинг, тот человек, с которым Slayer был, есть и, наверное, будет продолжаться, как мы узнали совершенно недавно, после того, как он объявил, что в очередной раз группа возобновила свою деятельность. Чем мне интересен Slayer? Кроме того, что это очень интересное, пусть немножко и примитивное, но в этом и есть ее интерес в музыке, это как это все начиналось. На мой взгляд, истоки трэш-метала, истоки вообще металлической старой музыки, которая как раз зарождалась в конце 70-х, 80-х годах, оно очень похоже по своему духу, по независимости на скейтбординг. Ну, действительно, разрозненно, даже не в разных уголках страны, а в разных уголках мира, в Скандинавии, в Европе, в Америке, как на западном, так и на восточном побережье, в Бразилии, в Южной Америке, практически одновременно появляются группы, которые, с одной стороны, смотрят на грандов тяжелой музыки прошлых годов, таких как... Кстати, к влияниям, которые оказали влияние на Slayer, относят даже группу Queen, но в основном, конечно, Black Sabbath с их очень тяжелыми гитарными рифами. И ребята пытаются играть еще тяжелее, еще агрессивнее, и представьте, это время, когда интернета нету. Мало того, что нет интернета, даже каких-то суперизвестных печатных изданий, посвященных этой тяжелой независимой музыке, тоже нет. Но все равно ребята выпускают независимо какие-то газеты, какие-то сборники. Помните, недавно мы говорили про кеды, которые были выпущены в коллаборации с таким лейблом, как Metal Blade? Вот, Metal Blade как раз, кстати, очень важное значение в истории развития группы Slayer приняли. И Metal Blade как раз были одними из таких вот лейблов, которые где-то сами печатали небольшим тиражом кассеты, винил, но в основном кассеты, распространяли их по подписке. Ну, братья Кавалера, основатели группы Sepultura, из Бразилии писали Кэрри Кингу в Штаты, писали основателям различных black металлических групп в Кандинавию, где прикладывали доллары и просили им прислать мерч, просили им прислать музыку. То есть вот так это все развивалось. И в принципе, вот это вот развитие на коленке, вот эта вот история, когда ты все делаешь это сам, DIY, как сейчас модно говорить, на мой взгляд, это очень перекликается с тем, как начинался скейтбординг. Ну, реально скейтбординг, до того, как это стали такие мультимиллионные компании, конгломераты, это были единицы, это были какие-то энтузиасты, которые все это сами делали. И по сарафанному радио появлялись новые бренды, появлялись дизайны, те же самые видеокассеты с трюками скейтбордистов, первые, они выпускались чуть ли не на коленках, так же и так же распространялись. И поэтому все вот эти вот субкультуры, как и тяжелый металл, так и скейтбординг, на мой взгляд, они очень близки. И то, что наконец появилась такая коллаборация, это очень и очень круто. Но вернемся к истории Slayer. После того, как группа собралась и начала что-то немножко записывать у себя в гаражах, написала какие-то первые треки. Первые треки, причем они реально брали за основу черный металл, black metal, вот это вот вся сатанинская, перевернутые кресты и прочее, и прочее. И, кстати, логотип Slayer, который придумал как раз Дэйв Ломбарда, тоже относится к тем временам. Одно время была популярна версия, что Slayer это сокращение от Dragon Slayer, известного фэнтези-фильма 1982 года. Но сам Керри Кинг говорил, что, ребят, во-первых, первые альбомы Slayer выходили раньше, и никакого связи между этим Dragon Slayer и Slayer нету. Нет, нам просто понравилось словосочетание Slayer, ну, убийца, да, человек, который жестоко убивает. А когда Дэйв Ломбарда придумал еще логотип группы, как будто он вырезан кровью на руке, причем Дэйв Ломбард, он был левшой, и поэтому такой странный наклон у логотипа всем показало, что это круто. Итак, они после того, как начали играть, и показали, что играть они вроде как умеют, они по знакомству получили возможность выступить на разогреве такой группы, как Beach, которая уже канула в небытие, ее уже никто не помнит. Но после того, как они выступили на разогреве, как раз основатель Metal Blade Records сказал, что слушайте, а у вас неплохая музыка, не хотите пару песенок записать для грядущего сборника под названием Metal Massacre, вторая или третья часть, сейчас уже не помню. Slayer, конечно же, согласились, и после того, как две эти песни вышли на сборники, распространились среди тех ребят, кто слушал тяжелую музыку, все начали говорить, слушайте, а какая-то новая прикольная группа. И после того, как об этом узнали сами участники, и сам начальник Metal Blade сказал, что ребята надо продолжать, ребята решили записать первый альбом. Деньги на первый альбом собрали, во-первых, от практики врачебной одного из участников группы и частично заняли у отца Кэри Кинга. И первый альбом был записан практически за 30 минут с одного тейка. Ну, здесь несколько факторов имеют значение. Первое, во-первых, для того, чтобы записать тяжелую музыку в то время, очень долго нужно было отстраиваться, чтобы все звучало. Плюс, там был еще такой момент, что очень сильно звучали барабаны и цимбалы. И Дэйв Ломбардо вспоминает, что даже пришлось в какой-то момент отдельно записывать барабаны и цимбалы. Но кроме этого, весь альбом был записан за один тейк за 29 минут. То есть то, что вы слышите на дебютном альбоме Hell Awaits, это как раз все, что было в такой сырой энергии, которую ребята преобразовали вот в эти дикие просто свои гитарные риффы. Очень скоро был записан уже второй, потом и третий альбом. А третьем альбоме хочется сказать отдельно. Альбом под названием Rain in Blood, он был записан уже на новом лейбле. Как раз, как я уже начал говорить, в середине 80-х два школьных, два институтских друга, Рассел Симмонс и Рик Рубин, решают открыть лейбл рэп-музыки. Ну, вернее, они сначала не говорили, что это будет лейбл рэп-музыки, потому что первые артисты, которые там записывались, а это были Public Enemy, Run DMC, Beastie Boys, это были все-таки артисты, у которых было очень много влияния как раз к гитарной музыке. Поэтому туда же пригласили и Slayer. И Slayer записывает там свой альбом. Есть, кстати, замечательная просто фотография с тех времен, где на одном фото изображены участники Beastie Boys, Run DMC, Public Enemy, группа Slayer. Ну, сейчас, а я думаю, что и для поклонников тяжелой музыки и рэпа с середины и начала 90-х годов в России, это, наверное, казалось бы немыслимым. Да, два, просто сказать, рождующих лагеря. Slayer, металл и какой-то поганый рэп. А тогда все это писалось вместе и выглядело очень органично. Хотя со временем Рик Рубин и Рассел Симмонс все-таки решили пойти разными путями, и Рик Рубин основывает свою звукозаписывающую студию Death American. Кстати, Рик Рубин реально великий музыкант, и я думаю, когда-нибудь, когда будет какая-то суперинтересная коллаборация, мы и про него запишем видео. Есть много, что про него рассказать, но это потом. Так вот, альбом Rain and Blood, третий альбом Slayer, он очень сильно отличается от предыдущих альбомов. Если в первых двух альбомах было достаточно много длинных песен, были гитарные риффы, были как раз такие вот отсылки к black metal, то третий альбом, он немножко был похож на звучание, ну, не знаю, наверное, самое близкое будет Discharge и другие хардкоры панк-группы 70-х, конца 70-х, начало 80-х годов. То есть это как раз тот Slayer, который мы и полюбили. Тяжелые, жесткие, короткие, очень быстрые песни. Каждая, с одной стороны, вроде бы похожа на другую, но с другой стороны, каждая из них неповторима. И именно за это звучание Slayer и стал культовой группой. У Slayer есть пять официальных золотых альбомов. То есть альбомы, которые на тот момент были проданы, золото вроде дают за 500 тысяч продажа физических копий альбомов. Согласитесь, это серьезное достижение. И, кстати, это говорит о том, насколько хорошо Рик Рубин и Рассел Симмонс разбирались в музыке, что еще таких молодых ребят они приметили и развивали. Ну и, конечно, логотип Slayer остается одним из самых известных логотипов в музыкальной индустрии, в тяжелой индустрии. Более того, у группы есть, помимо прочего, коллаборация с таким культовым брендом, как Supreme. И у Supreme это одна из самых, наверное, из последних популярных коллабораций, которая выходила с музыкальными группами. Ну и то, что было для меня немного шоком, и то, что очень понравилось. Ну, вы, наверное, знаете, что я человек, который очень любит змей и очень сильно следит за различными змеинными выставками, за блогерами, которые рассказывают про змей. И однажды на выставке в Сан-Диего, Сан-Диего Рептайл Шоу, это одна из крупнейших выставок змей в Америке, я увидел, что там будет автограф-сессия Керри Кинга. Для меня это было немножко странно. Ну да, я слышал, что человек собирает змей, но я был уверен, что речь идет о каких-то, может быть, скульптурах или там фигурках змей, или засушенных змей. Но оказывалось, что Терри Кинг и рассказ о том, что у него есть коллекция змей, и он собирает змей, это не совсем правда. Керри Кинг — человек, который разводит змей. И не просто змей, а набатки. Ну да, это можно так перефразировать. Он берет ковровых питонов, достаточно популярную змею, крупную, красивую, которая содержится в неволе очень часто, и с помощью различной селекции выбирает интересные расцветки этих змей. И вот когда показали вот это шоу, которое было в Сан-Диего, там были змеи, ну в целом, в среднем, ковровый бетон стоит от 50 до 150 долларов. Но чем реже и ярче и интереснее расцветки, тем дороже они стоят. Он показывал, что у него есть некоторые расцветки настолько редкие, что они стоят там по несколько тысяч долларов. И более того, он сказал, что бизнес по разведению змей приносит ему не меньше денег, чем доходы от туров, от продажи альбомов. Не знаю, лукавит он или нет, потому что все-таки в старые времена музыкантам очень часто далеко не все права за альбом принадлежали. И были такие случаи, когда были суперпопулярные музыканты, которые записывали суперхитовые песни, но практически все деньги за них получал их лейбл, а они какие-то копейки. Конечно, другая ситуация была с концертами, но Кэрри Кинг рассказывает, что и на концертах они особо много не получают. И вот здесь немножко рассказ, в котором Кэрри Кинг становится похожим на многих отечественных поп-звезд. Ну, вы, наверное, помните, кто не совсем юный, что у нас есть очень многие поп-звезды, которые очень часто организовывают так называемые прощальные туры. Что все, теперь я заканчиваю петь, прощальный тур, поэтому покупайте билеты. И многие зрители, слушатели думают, что действительно последний раз, ну, давайте сходим на этого уже вроде как не особо интересного популярного человека, но сходим. И каково же бывает их удивление, когда через несколько лет он говорит, что вы знаете, я все-таки решил вернуться, поэтому опять будут песни, поэтому опять будут турне, а еще через пару лет можно опять сделать прощальное турне. Вот Тлея практически то же самое устроил перед ковидом, когда по всему миру прокатилось такое прощальное турне, и все говорили, что последний концерт будет в Хельсинки. У меня есть несколько друзей, которые туда поехали, я, к сожалению, не смог тогда, все-таки дорого это все было. Вернулись они с плакатами, которые были как раз Кэрри Кингом подписаны, с различными другими сувенирами, и говорили, что вот, посмотрели мы последнее шоу, конечно, обидно, что ушла эпоха, но каково было их удивление, когда в 2024 году, в этом году, Слеер вновь объявил, что они возвращаются к концертной деятельности и, возможно, будут еще записывать альбом. Может быть, даже Дэйв Ломбардо вернется, хотя это тоже под вопросом. С одной стороны, ну, движения такие не совсем трушные, а с другой стороны, когда ты играешь тяжелую музыку с 80-х, когда ты являешься одним из отцов трэш-металом, мне кажется, у тебя уже есть некий кредит доверия, и, ну, раз пять ты можешь уже спокойно прощальное турне отыгрывать. Вот такая вот история группы. Ребят, кто не слушал Слеер, очень прошу вас послушайте, потому что, ну, это реально один из толпов тяжелой музыки. Даже если такая музыка вам не особо близка, уделите время, чтобы понять, как это все развивалось, и почитайте тоже историю, как развивалась музыка того времени. Все-таки вот так вот на коленке из каких-то дворовых команд появился логотип, который знает по всему миру. Так же происходит и со скейтбордингом, и вы также можете что-то сделать, будь то в скейтбординге, будь то в музыке, будь то просто в каких-то новых начинаниях, которых мы даже и не знаем. Люблю я загонять, да, какие-то мотивационные телеги. Впрочем, вы, наверное, за это меня и любите. И чуть-чуть ненавидите. До новых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok